Да, это моя улица, в том состоянии, в котором вы ее видите. Дело в том, что я хочу сегодня вам показать все-таки больше Пентагон, потому что очень многие спрашивали и хотят, ну, те, кто давно не был в городе, потому что местные живут и многого сами не замечают, а потом мне вот пишут, а вот, дескать, что вы, Роман, имели в виду. Ну, что я имел в виду, то я и написал. Итак, почему называется микрорайон Пентагон, я не знаю до сих пор. Ну, в Америке тоже есть, но Америка далеко до нас, как я до Луны. Ну, да, немножечко я спущусь в сторону девятой школы. Здесь будет разбит или уже расстроится большой сквер на территории, все-таки бывшей девятой школы. И еще шестнадцатую школу хотят тоже взять, и где стадион, и там будет тоже сквер. Правда, он будет четырехъярусный, там будет даже амфитеатр собственный, свой. Вот мне бы на это очень хотелось посмотреть. Так, вот, видите, тут, видите, как наши автомобилисты ездят на таких разбитых и тяжелых наших дорогах. Так, вы мне пишите, спасибо вам. Я этим, правда, очень сильно дорожу, потому что если бы не вы, я бы давным-давно бы это все забросил. Так, что тут поменялось в школе девятой? Ах, мои труды, мои труды. Все буквально заросло. Спортплощадка. Вот здесь будет разбит скверик. Пойдемте лучше дальше. Не будем школу нашу, мою, торогать. А проучился я здесь очень много лет. Так. Ну, какие у нас, в принципе, в городе новости. Ну, как таковых новостей нет, так как карантин продлен до 30 сентября нынешнего года. Будут ли его продлевать дальше или нет? Очень сильное солнце, пекло в городе. Очень сильное. Говорят, это у нас африканский... К нам пришел циклон, и он хочет нам сказать, что... Будет теперь у вас как в Африке. Ну, правда, не уточнил, какой. Ох, какой домик хороший. Смотрите. Итак, здесь у нас заканчивается улица Петровского. Стоят три дома. Они в девятой школе. Начинается эта улица... От завода Мизон. Там вообще улица такая есть, Ермакула. В общем, бар Белочка. И вы идете вдоль этого... Как вам объяснить? Вдоль этого... Ну, вдоль... И идете прямо до 18-й школы и ныне школа Молдавская. Там мои кадеты, там буквально все. Все буквально там. Вот это и есть такой вот... Как бы... Ну, что ли... Треугольник улицы Петровской. Ну, все. А тут еще, как бы, часть улиц Кишиневская есть. Вот она, она. Вот те дома. К... Девятой школе. Тут у нас пятиподъездный дом стоит. Огроменный, большой. Один из, наверное, длинных домов в городе. В нашем городе, который есть. Может, я сейчас пропущу машину. Да. Или, может, машина сюда едет, я не знаю. Может, идет вот остановка. Да. Вы смотрите и рассматривайте ваш район. Те, кто давно не был. Солнышко спало. Сейчас около, примерно, наверное, 6 часов, где-то 45 минут. И я, в принципе, иду на данный момент в шрифт, чтобы купить мыло. Представляете, закончилось мыло. Шутки ради, но это так. Просто у нас самое дешевое мыло это в шрифе. Оно стоит хозяйственное. 180 грамм 4 рубля 10 копеек по морю. Чтобы на российские надо умножить на 4. Ну, получается, что 8 рублей российскими мыло стоит, да? Это вот это дурняк. Правильно? Самый настоящий дурняк. Так. Ну, и, наверное, еще куплю себе какого-то туалетного мыло дешевого. так. Я, наверное, сегодня так пройдусь, чтобы была и вам хорошо видно район, и себе тоже. не говоря ничего лишнего, а просто-напросто по делу. Итак, вот этот вот Пентагон, это два дома по улице Космодевянская выходят на кладбище. Вот оно, кладбище с этой стороны. Как вы видите, вот здесь идет женщина. Военное кладбище. и вот раз-два-три дома и два дома по улице Петровского. Ну, и там, в принципе, три дома и заканчивается улица так называемого Петровского. Вот тут уже дома и тут другие. Что-ли, пройтись? Ну, я тогда до долгостроя пройдусь, а потом спущусь и вниз пойду, так как уже было, в принципе, запланировано, так как я, в принципе, этого хотел. Я вижу, здесь идет ремонт, наверное, дорогу строят. Так, эти дома относительно были недавно построены. Кстати говоря, вот улица Ермакова у нас тут два дома. Один-двух подъездный, один-трех подъездный. Потому что, ну, так строилось. Я не строил, в принципе, да, я и не мог строить, а был очень маленький. Там, видать, замена труб идет, ну, пойдемте дальше. Итак, как вы видите, тут очень хорошо сделано. Тут балкончики у кого-то есть в этих домах. Ну, замечательно, если тут жить, то, значит, у кого-то огород прямо выходит на террасу, а у кого-то там красиво дерево идет. Так, и поднявшись так еще, чтобы вам видно было, выхожу на Кищеневскую трассу. Я, которая находится там, вот, если так пройти прямо, то мы дойдем с вами до озера, нашего озера по мосту. Я тут не буду много рассказывать. Итак, вот эти вот два дома, это улица Ермакова, а вот кладбище, так надуваемое, военное. Тут Прага у нас, круглосуточная, не знаете, нет, красный свет, я пойду и тут все-таки быстренько прийти в сторону шрифа. Вот эти вот как-то правильно, ну, чтобы не перебивать, не перебегали дорогу, установили недавно, года два назад, тут в принципе ничего не поменялось, правда, то поменялось только, тут когда-то были эти, если помните, цветы, цветы, почему-то взяли, цветы закрыли, и теперь аптека, и сразу, и две аптеки, полуспортивная аптека, так и называется, пятиэтажки, в десятом доме, вот, смотрите, много ли, или немного ли, я не знаю, но, кстати, это 1А, и никого нет, вы видите, это вообще парадокс, то есть, пустую, буквально едет маршрут, я, давайте еще в сторону спортивной, я не знаю, вот что-то тут и поменялось, посмотрите сами, но асфальта буквально в городе нет, потому что вот он, асфальт, как тут машины ездят, я не представляю себе, и так, улица спортивная, всего, нас всего, тут, наверное, 7 домов, это 2, 4, 6, 8, 10 дом, шериф находится по спортивной 1А, где-то здесь когда-то была парикмахерская, не знаю, есть ли парикмахерская или ее нет, может быть, есть, но я в наш дом быта не иду, потому что мне, как сказали, 60 рублей плати, да я чуть сам не не офигел, так, вот это вот пустит, тут, короче, идет стройка, вот она очень долго идет, наверное, года 4, не знаю, кому они тут его держат, да, и хай-тек, наверное, тоже находится по улице спортивная, адрес, потому что шериф это спортивная 1А, ну, все, я вам, в принципе, показал, что вы хотели, а, да, еще тут продают у нас эту пиццу, вот, вот тут вот, с этой стороны, ну, не знаю, что с пиццей, я никогда не хожу, так как, ну, на это средств у меня, я говорю, сразу нет, да, как печально, но это показывает-то вам печально, коврики до сих пор у нас сушат, как и сушили в свое время дедушки и наши бабушки, хотя моя вся родня из Украины. Так, улица Ленинградская, тут ее начало, дома почему-то начинаются с 10-х домов, по-моему, с 12-го дома, я не буду, как бы, углубляться, да, и хлебопродукты тоже находятся по улице Ленинградская, ну, почему так, я не знаю. Так, мы дошли до Шериха, да, кто-то мне, помню, на Фейсбук написал, а что у Пиндера, кроме Шериха, больше и пойти некуда, ну, на что я ответил, да, и это так. Дело в том, что тут когда-то был пустырь, кстати, вот военное гладбище еще идет в ту сторону, ну, а я здесь нахожусь уже около Шериха, сделал специально этот круг, чтобы показать, что да, к чему в городе. Ну, все, в принципе. Большое спасибо, до свидания. 27 июля 2020 год, город гендеры. Пока.